Здравствуйте, уважаемые учащиеся! Тема сегодняшнего урока – «Вклад казахстанских учёных в развитие естественных наук». Цель – обсуждать вклад казахстанских учёных в развитие естественных наук. Ведущей научной организацией страны является Национальная академия наук Республики Казахстан. Она была основана 1 июня 1946 года. В состав Национальной академии входят 176 выдающихся учёных Казахстана. Первым её президентом был академик Академии наук Казахской ССР Каныш Имантаевич Садпаев, учёный с мировым именем, видный общественный и государственный деятель. Каныш Садпаев был направлен в Атпасарский трест цветных металлов на должность начальника геологического отдела, а через год, в 1927 году, избран членом правления. Специалисты, занимавшиеся месторождением и руководство завода, считали, что в Казахстане очень мало залежей меди и её хватит только на 10-15 лет. Однако, осмотрев местность, Каныш Имантаевич с ними не согласился. Он считал, что в районе Ческазгана имеются огромные запасы меди, которые прежде не были обнаружены. Садпаев начал исследование местности на наличие металла и обнаружил крупный пласт руды. После этого ему удалось обнаружить ещё три крупных месторождения. Благодаря этим открытиям Ческазган стал представлять собой одну из богатейших провинций меди в мире. Василий Григорьевич Фисенков, астроном, один из основоположников астрофизики, академик Академии наук Казахской ССР. Организовал Астрофизический институт Академии наук Казахской ССР и при нём обсерваторию «Каменская плата». По инициативе Фисенкова был установлен первый отечественный телескоп. Большой вклад он внёс в развитие астрономии, физики Солнца и звёзд. Гаврил Адрианович Тихов, русский астроном, член-корреспондент Академии наук СССР и академик Академии наук Казахской ССР. Кайрат Камалович Кадржанов, казахский учёный, специалист в области радиационной физики твёрдого тела, элементного и фазово-структурного анализа поверхностных слоёв материалов, а также радиационной экологии и наукоёмких ядерных технологий. Доктор физико-математических наук, профессор. Омаров Тукен Бегалиевич, доктор физико-математических наук, профессор, академик Академии наук Республики Казахстан, учёный-астроном, основные труды в области динамики галактик и их систем, релятивистским моделям сверхскоплений, динамики двойных звёзд с корпускулярным излучением и нестационарным задачам небесной механики. Бектуров Абекен Бектурович, доктор технических наук, профессор, академик Академии наук Республики Казахстан, заслуженный деятель науки и техники. Его идеи, воплощённые в целый ряд технологических процессов, открыли путь широким научным исследованиям в области химии и технологии полифосфатов. Им разработаны методы переработки фосфатного сырья, внедрён в промышленность метод производства плавленных обесторенных кормовых фосфатов, предложена схема переработки фосфоритов, каратал на минеральное удобрение. Абдул Газиз Ибраевич Жандеркин, советский и казахский животновод, кандидат биологических наук, основные научные труды в области животноводства, в том числе выращивания овец и коз. Доктор Онгорыбаевич Аубакиров, первый казахстанский космонавт, депутат Верховного Совета Республики Казахстан 12-го созыва, депутат Мажелиса Парламента Республики Казахстан, народный герой Казахстана, герой Советского Союза, заслуженный лётчик-испытатель СССР, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, доктор технических наук, профессор. А теперь для закрепления нашей темы предлагаю вам следующее задание. Проведите соответствие между именами учёных и их открытиями. Дескрипторы. Проводить соответствие между именами учёных и их открытиями. Проверь себя. Для закрепления сегодняшней темы вам предоставлено домашнее задание. Исследуй информацию, заполни таблицу. Фамилия и имя отчества учёного. Краткая биография. Вклад в развитие науки, труды, направление работы учёных. Дескрипторы. Обучающийся знает учёных и их краткую биографию, различает открытия учёных, труды, при исследовании информации определяет направление работы учёных. Ну и подводя итоги сегодняшнего урока, хочется сказать всем спасибо за внимание. До свидания.